Это же не доступ, чувак. Вообще-то, игру разрабатывают всего несколько человек. Разработка игр это дорого. Да ладно, они точно это допилят. Как обзорщик, который регулярно тестирует инди-игры, я слышу и читаю это очень часто. Я сам достаточно лоярен, ведь с каждым годом у людей растут ожидания, и чтобы удивить игрока, нужно потратить все больше сил и денег. Но я за честность и прозрачность. Сейчас существуют и разные кикстартеры для сбора средств. И платформы вроде ИО, которые позволяют протестировать игру перед запуском, где в нее будут играть только энтузиасты. Да и в принципе идеи уже много было реализовано, которые можно подать в своем каком-то новом виде, и это будет достаточно интересно. В конечном счете, игра это продукт, который должен приносить удовольствие. И если геймфлея в игре будет на 20 минут, или половина важных механик не работает, или постоянно, например, удаляются сейвы, то это вид не удовольствия, это самый настоящий тестинг, за который специалисты этого направления получают деньги. Не нужно наклейку ранний доступ ассоциировать с кривой и сырой игрой, нужно ассоциировать с игрой, которая уже полностью играбельна, и может принести удовольствие. Но некоторые фичи еще подлежат к доработке. К идее создания этого видео меня подтолкнули два проекта. Таких случаев было за последние годы немало, но тут со шесть звезды и попалось сразу же два идеальных кандидата. Первый пример это Valhalla Harbinger. Перспективная мультиплеерная игра более двух лет назад собирает более 100 тысяч долларов на разработку. Люди инвестируют свои деньги и ожидают увидеть сочный продукт. Спустя два года и три месяца в Steam выходит непонятная версия игры, в которой можно потестить базовые функции. Разработчики, понимая, что получился полный провал, и недоволен даже их платчике, которые вложили деньги два года назад, указывают в названии, что это пребета, но я отдельно отмечу, что это было указано уже после дня релиза. При этом ряд покупателей, которые провели в игре менее полчаса, уверяют, что игра топ. Мультиплеерная игра без мультиплеера. Игра за нормальные деньги, в которой можно потестить только базовые механики игры. Но я думаю, вы мою мысль поняли. И непонятно, почему они не сделали закрытый доступ для платчиков и не вывели игру в ранний доступ хотя бы с каким-то полноценным функционалом. Испортили себе отзывы. Сейчас на ютубе сформируется какое-то определенное мнение про игре. Игра будет начинать с плохого старта. Привлечь деньги, конечно, хороший план, но на перспективу эта идея очень сомнительная. Многие проекты просто получают плохие отзывы, и потом разработка загибается, потому что я не понимаю, что покупатель не будет покупать игру, которая уже получила очень плохую славу. Я не понимаю такого подхода, и, если честно, мне кажется, он не совсем правильный. Второй пример – это игра с моего первого взгляда – Against the Moon. Выходит в релиз в октябре этого года. Запелен сюжет и даже пара режимов игры. И когда я записывал видео на основании первых нескольких часов игры, то я как бы пытался показать основы игры, просто чтобы показать механики, кто захочет, кто поиграет. Я, собственно, не давал никаких рекомендаций по поводу того, покупать ее или нет, но я не знал, что после трех или четырех часов игры выясняется, что четыре из пяти компаний еще в разработке. Серьезно? Я, когда увидел первоначально кампании, я подумал, что они открываются по очереди. А по факту четыре еще недоступны. Это полная игра. Я, конечно, стесняюсь спросить, но что подразумевается под словосочетанием «полная версия игры», если кампания – это лишь маленький кусочек того, что задумывается? Мы и вправду должны поверить, что после слогана «Игра в полном доступе» разработчики будут неудержимо допиливать целую тонну контента? Это, конечно, возможно. Такие случаи есть. Но мы часто не можем дождаться этого даже в раннем доступе, когда игра позиционирует себя, как она находится в разработке. Тут же у нас фул игра. Как же так? И в итоге у нас сформируются ситуации, в которых ты смотришь игру в раннем доступе или полную игру, но ты ожидаешь, что ты хотя бы увидишь какой-то определенный функционал, то есть, соответственно, статусу, соответственно, тому, что обещается на обложках, картинках. А в итоге ты заходишь, понимаешь, там какая-то только тестовая локация, что-то еще, и это неправильно. В случае с ранним доступом я понимаю, что может быть не вся компания, может быть, там, не знаю, еще не допили на кучу контента. Но в той же совласти уже сейчас можно провести более 15 тысяч часов, а если вы будете перепроходить с разными классами, то это вообще огромное количество времени. И таких примеров много. И сейчас я хочу рассказать вам хорошие примеры. Я выбрал 4 варианта из тех игр, которые лично мне понравились и по которым я владею информацией, за которыми я следил, которые были у меня на канале в том числе. И это вот хорошие примеры того, как все должно работать в идеале. Первый кандидат. 7 days to die. Выживалок на рынке много, и выборы лучшие из них дело очень субъективное. Эта игра вышла в ранний доступ в 2013 году и находится в нем до сих пор. То есть уже более 7 лет. В ней все еще немало багов и над многими вещами разработчики работают. Но, блин, в эту игру можно садиться, играть 50, 100 и больше часов и получать огромный кайф. Я играю в нее с 2013 года, за это время уже 3 или 4 раза полностью изменилась графическая оставляющая. Из очень стрёмной игры она стала очень даже сочной. У игры реально выходят апдейты, поддерживается огромное количество серваков и играет множество людей. Пусть ранний доступ, но игра чертовски играбельная и обрела свою огромную аудиторию. И что не менее важно, для меня это единственная мультиплеерная игра про зомби со строительством базы, где ты реально чувствуешь угрозу. Потому что в большинстве игр этого нет. И это бесценно. То есть кроме того, что, во-первых, разработчики работают, во-вторых, у нас есть идея. Хорошая идея, которая реализована интересно. Вот это хороший пример раннего доступа. Идем дальше. Стоуншард. Да, я понимаю, что эта игра достаточно хайповая. И многие найдут минусы в том, что игру много раз приносили. И... Ну, я понимаю, что это минус. Но при этом игру выкатили в ранний доступ без кучи функционала. Но игра уже может утащить игрока на несколько десятков часов, а то и сотни. Очень много людей, которые поиграли, уже засели, поиграли всеми классами, прошли всю компанию. Она компания, конечно, по сути, это режим свободного полета, в плане ты ходишь по данжам, изучаешь все. Но за счет механик хардкора ты можешь провести в ней огромное количество времени и при этом получить удовольствие. Может быть, ты сгоришь, может быть, ты получишь кайф, но в любом случае игра уже дарит кучу функционала, которым можно заниматься. Кроме того, разработчики установили невероятно низкую цену на игру, которая, как мне кажется, даже ниже реальной ее ценности даже в самом раннем доступе, потому что многие игры стоят гораздо дороже. Разработчики пилят потихонечку апдейты, информируют фанатов. Это заслуживает большого респекта. Пусть и очень медленно все идет, развивать свою игру, а не банально накосить денег и заняться заданием новой игры, как многие любят. Третий пример это хороший образец полной версии игры. Это монстр трейн. Разработчики дают доступ к бете через канал в дискорде, и игра сразу же выходит в полной версии, без ранних доступов и отсутствующего контента. Когда постоянно родишься среди лютой индюшатины, то очень сложно в это поверить, но разработчики смогли меня удивить. Я провел в игре более 25 часов и остановился только потому, что это стало как наркотик. Она и правда затягивает и постоянно хочется еще. Я уже молчу о том, что это одна из лучших реализаций тематики Слэйзи Спайр, которые я встречал. Блин, монстр трейн это просто бомба, и разработчики просто красавчики. Вот честно, обыграть хорошую идею и выпустить ее в полном доступе еще и в разумительную цену это просто заслуживает уважения. Последний кандидат на сегодня это Уртюк за Дезавейшн. Игра очень долгое время провела на сайте ИЧ.Ио, где разработчики на платной или бесплатной основе дают игрокам тестировать свои продукты. Игра является своеобразной переработкой тематики Battle Brothers со своими уникальными механиками. Уже на выходе в ранний доступ в Steam контента в игре было просто на десятки часов. Тематика хоть и не новая, но достаточно интересно реализованная. Это игра, которой разработчики уже сами напилили кучу локализаций, в то время как во многих играх даже к релизу тот же русский язык пилят только энтузиасты и ты можешь скачать его где-нибудь в руководство. Это пример того, как разработчики постарались сделать так, чтобы на выходе игры в широкие массы она уже была в каком-то хорошем виде и было в нее интересно играть. Именно такой хотелось бы видеть ранний доступ в идеале. Ключевые игры это лишь те выборочные примеры, за развитием и выходом которых я активно следил. И на самом деле есть очень много примеров как халатности разработчиков, так и их большого труда. Но ключевой посыл этого видео, что ранний доступ или индюшность проекта не должны означать, что мы получим какой-то неиграбельный трэш или кривую реализацию уже заечной темы. И это обращение, в том числе и ко мне самому. За своей лояльностью к играм я в силу их индюшности местами стал забывать, что игра это в первую очередь тот вид продукта, который подразумевает исключительно получение удовольствия от процесса, погружение в мир или постижение механик. В раннем доступе вполне возможно недоделанные моменты и это нормально. Но основные механики должны работать и быть реализованы даже если игру делает небольшая студия. Возможности для привлечения инвестиций в свои проекты сейчас достаточно. Идей уже куча была реализована и еще безграничное количество идей можно придумать и доводить до ума. Как геймер, который играет в компьютерные игры уже много-много лет, я искренне надеюсь, что индустрия будет только развиваться и с каждым годом у нас будут все новые интересные проекты и креативные идеи. Своей стороны я постараюсь делиться на канале только теми играми, которые на самом деле стоят внимания или предостерегать вас от покупки сомнительных игр от недобросовестных разработчиков. Сегодня мне захотелось поделиться с вами мыслями, надеюсь, вам было интересно. Если захотите поделиться своими мыслями про инди-игры и ранний доступ, возможно у вас есть какие-то хорошие примеры наглядные, то пожалуйста пишите в комментарии, буду реально искренне рад почитать. На этом всем пока, всем спасибо, это был Зомби Вегас.